Всем привет с канала Brim Team! Решили записать для вас прямо сейчас таки серию роликов, потому что время у нас ограничено на данный момент. Интересная тема. Первый видеоролик будет такой по обзору удилища. Маленькая предыстория. На последней рыбалке мы с Кристиной сидели, она таскала рыбу у берега при помощи поплавка, и рука у нее очень устала за день, потому что пользовалась удилищем от Кайды, Холидайкул, такая стеклопластиковая дубинка, по оснастке, именно глухая оснастка с пером, все, и с инновационной катушкой. Но удилка сама по себе такая тяжеловатая, и поэтому целый день сидеть это очень некомфортно. Пошли мы в магазин, про магазин чуть позже, и придя туда мы выбрали такую легкую удочку, про которую мы вам сейчас расскажем. Значит компания Камьянг сделала копию удилища Микада Принцесс, вот его фотография. Сделали они удилища Принцесс у ITS 400 из карбона, 4-х метровая, 4-х секционная, с тестом в 30-60 грамм. Вот такая вот удочка, то есть прям тоненькая-тоненькая, на аналог этой удочки у нас есть Тим Кайды Пласс, примерно даже одинаковая толщина, но все-таки это она как-то более, тоже потяжелее, и она с боковым кивком у нас. Что по этому удилищу? Прямо почти сделали они копию, такая легенькая палочка, чтобы ловить уклейку, окушка, все что ловится у берега, может даже на карасика. По плюсам его сразу понравилось, почему? Карбон, то есть чувствительно, то есть именно для комфорта, для удобства и продумано силиконовое колечко, к сожалению тут не габариты комнаты, и мои собственные габариты не позволяют показать ее в длину. Покажем на рыбалке, может быть, колечко, которое защищает при ударе нижнее кольцо, то есть оно не ударяется, прям замечательно, но что-то вот на следующих они не продумали. По удилищу нареканий нет, такой бюджетный сегмент, про стоимость чуть позже, и сейчас я соберу ее для Кристины, чтобы она могла с комфортом рыбачить и ловить. рыбокого берега, для этого нам понадобится, мы будем делать обычный поплавок, без всяких там инновационных катушек, то есть легенькая пелушка для ловли у берега. Рельсовый держатель, в отличие от этих пластиковых гаек, которые, я считаю, изжили свое, рельсовый держатель, вставляем, отгибаем, зажимаем, фиксируем. Все, никуда у нас катушечка не денется, сбрасываем леску, продеваем через все кольца. Леска, катушка от компании Next, это всем известные сталки, катушки инновационные, там пластиковые стоят они копейки, порядка 35 рублей, покупал ее еще зимой. Леска 0.16 Аляска, можно было поставить 0.08 вообще, но как-то не хочется терять поплавки, оснастки, поэтому по опыту, то есть рыба реагирует, мне кажется, одинаково, что на 0.16, что на 0.08. Диаметр, конечно, больше в два раза, но вот, допустим, на фоне моей черной футболки ее видно, на фоне шкафа уже ее, но она почти не видна, и тем более в мутной воде, я думаю, никак это не будет сказываться. По поплавку, есть, конечно, множество поплавков, может, мы снимем по ним ролик, хочу только донести, что нет смысла ставить вот такие вот дуры на легкие поплавочные удилища, это именно для скользящей оснастки, это карась в болоте, сазан и все такое. Есть смысл поставить перо, либо вот такие спортивные поплавки от Брисковы, из Италии, которые прям чувствительные, с разметочкой, такие легенькие, но сейчас мы его не будем ставить, потому что проблемка со стопорами, очень тоненькая ножка, и поэтому стопор подобрать крайне тяжело для него. Ну, на этот счет мы также не расстраиваемся, у нас тут есть вот такой замечательный поплавочек по типу морковки, который будет замечательно передавать поклевки. Далее, на поплавке у нас два стопора, наверху у антенки и на ножке. Отгибаем стопор, чтобы продеть нашу леску. Так, проделал я через верхний стопорок, нижний мы с ножки снимаем, продеваем леску через этот стопор, проводим. Одеваем на ножку, все. Глухой поплавок, глухая оснастка, никакой не скользящей, просто мы его сами регулируем посредством натяжения. Оснастка, которая известна еще со времен СССР, с половины, наверное, прошлого столетия. Далее, грузики от компании Полини из Белоруссии. Такие мягенькие свинцовые груза, которые не приходится, в отличие, наверное, от вот таких грузов, мять зубами, портить зубы. Достаточно всего лишь сдавить, приложив маленькую силу, не очень большую силу приложив, замечательно фиксируется при помощи пальцев. Через прорезь мы, значит, вставляем в леску. Все. Ее даже видно, например, маленький-маленький грузик, потому что поплавок тоже не особо большой. Лучше не довесить груз и на водоеме подвесить. Далее, оденем второй, потому что грузики взял 0,2 грамма. Все замечательно. Грузики находятся ниже поплавка, хорошо ходят, то есть провисает леска, подвес, думаю, таких даже хватит. Далее, крючок. Не помню модель, но вроде бы это КамАЦУ, таким с отогнутым ушком. То есть, прям вот, где лучше показать. Там такой маленький крючок, 12-й, либо 14-й номер. При помощи самого обычного рыболовного узла удавки, который, наверное, используют все, сейчас мы его зафиксируем на нашей леске. Затягиваем леску. Леску также советую зубами не рвать, не портить зубы, пользуемся ножницами. Все замечательно. Крючок у нас зафиксирован. Вся оснастка готова. Оснастка настолько проста, что можно сделать даже на водоеме. Никаких она измудрений и научных степеней не требует. Справится там начинающий рыболов. Далее. При помощи рельсы фиксируем крючок. Если у вас рельсы нет, можно воспользоваться советским лайфхаком, когда приматывали изоленту и фиксировали за нее. Все. Крючок находится в рельсе, поплавок висит на леске. Все. Оснастка собрана, удилище готово к рыбалке. Значит, по стоимости. Удочку взяли в Димитровградском магазине Планета Рыбака. Замечательный магазин, всегда все есть. Ассортимент расширяется постоянно. Вежливый персонал. Значит, касаемо стоимости. Комфортабельное карбоновое легкое удилище. 480 рублей по скидке. Согласитесь, даже если брать оригинальный Микадо, он там от 800 до 1200 рублей. Тоже, опять-таки, это недорого за комфорт. Вспомните хотя бы удилище Волжанка. Волжанка комфорт там какой-нибудь или Фортуна. Там 1400 до 2800. Разброс цен очень широкий. Тем не менее, именно вот эта палочка у нас сразу, она нам понравилась и будем ее завтра испытывать. По цене, значит, 480 рублей уже сказал удилище. Поплавок этот стоил 10 рублей. Стопора 5 рублей, учитывая, что вам нужен маленький отрезок. Два грузика, крючок, леска и катушка. Этот набор можно собрать примерно за 575 рублей. Учитывая, что удилище 480 рублей. Катушка 35-40 рублей. Моток 30-метровой лески тоже где-то 30 рублей. И вот на вот эти мелочи пойдет все отдельное. Удилищем доволен, будем испытывать. Надеюсь, ролик получился информативный. То есть, сделали обзор на палочку. И, может быть, новички посмотрят, увидят, как легко сделать глухую оснастку. Сколько я тут по таймеру смотрю делал? Минуты 3, учитывая, что я разговаривал. Если не отвлекаться на разговоры, эту оснастку можно за минуту сделать. Так, наш видеоролик подошел к концу. Оставляйте обратную связь, мы всегда на нее отвечаем. Смотрите предыдущие ролики, подписывайтесь на канал. Не прощаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...